Всем добрый день! Меня зовут Никита Соболев, я руководитель компании Алмаз. Что я сейчас вам покажу? 2018 год. Объекты. Раз, два, три. Начато было строительство по улице Солнечной. И сегодня, 7 марта, в преддверии женского праздника, мы продолжаем строительство по улице Солнечной. Сегодня мы закладываем дом в 72 квадрата для семьи Волковых. Пойдемте посмотрим. Итак, что происходит? Раскопали траншею. Глубина у нас получилась 1,5 метра от уровня земли. Посмотрите разрез. Идет у нас дерн, плагородка 30 сантиметров. Далее с углинок снизу пошел песок. Основание. Сейчас март, через месяц будет апрель. Уровень грунтовых вод поднимется. Можно будет увидеть. Сыро здесь или сухо? Я говорю сухо. У меня есть геология. Сейчас мы укладываем первый ряд на грунт. Была сделана песчаная подошка 200 миллиметров. Вибротрамбовкой по ней прошлись. Сейчас происходит монтаж. Не используем мы подбетонку. Не используем какие-либо фундаментные плиты. Не используем фундаментную подушку железобетонную. Почему? Конструктив данного дома этого не требует. Та нагрузка, которую мы можем распределить нашей подошвой, более чем достаточно. Фундаментные плиты нам, в данном случае, не нужны. Если посмотрим на маркировку, что у нас здесь есть? Второй месяц, 27 число 2019 года. Это свежее изделие. Свежее заводское изделие. Это не гараж. И это не бушко. Ни в коем случае. Всегда только новые материалы. Я постоянно слышу одну и ту же фразу. Когда вы будете заливать фундамент? Как вы заливали фундамент? Мы заливаем фундамент. Фундамент не заливается. Заливают в воду, в кашу или молоко. Если вы делаете монолитный фундамент, то бетон укладывается при помощи бетоносмесительного насоса или при помощи лопаты тачи. Но ни в коем случае в жидкообразном состоянии. Он не заливается. В данном случае фундамент мы монтируем. Сейчас идет монтаж первого блока на второй ряд. Начинаем, естественно, с угла. И одно очень важное правило. На углу никогда не рвется лето. Всегда кладется целиковый блок, который дает деду 2,40. Ни метр двадцать, ни восемьдесят, ни девяносто сантиметров. Именно 2,40. И долго после этого можно говорить о каких-то разрывах. А в исключительном случае, когда это требует конструктив, эти блоки также и армируются панцирной металлической сеткой. В течение выбирать конструкцию, естественно. Если сейчас посмотреть на пятно застройки, то дом выглядит как маленький гаражик. И это нормально. Я это постоянно слышу от наших заказчиков. Они приезжают и начинают его мерить, потому что им кажется маленьким. На самом деле, этот дом имеет размеры 11 на 8 по внешним контуру. И площадь его будет по внутренним размерам. В один этаж 73 квадратных метра. Реальные же размеры дома можно будет увидеть только после того, как будут выполнены посадные работы и работа по шпатлеванию помещений. До того момента все комнаты будут казаться маленькими коробочками, а дом маленьким гаражиком. Это нормально. Мы через это проходили не единожды, проходили наши заказчики. И абсолютно все в конце своей площади были довольны.